Полицейские Хакасии обнаружили в Устебакане наркоплантацию, на которой росли 236 кустов мака. Такой богатый урожай вырастил в собственном огороде ранее судимый за распространение наркотиков 52-летний местный житель. Как сообщает МВД, из изъятого количества растений после переработки получилось бы более 720 граммов маковой соломы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере». Сельчанину грозит до 8 лет тюрьмы. А в Красноярске ушла парочка наркогельцов, пыталась убедить полицейских, что перевозит прах умершей собаки. На деле же это оказался пакет с героином, причем огромная партия. Инцидент произошел несколько дней назад, инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai. При проверке документов полицейские обратили внимание на то, что водитель и пассажирка заметно нервничают. Кроме того, они явно были в неадекватном состоянии. У девушки из сумки торчал белый пакет. Тогда-то она и придумала версию, что подозрительный порошок в пакете – это нечто иное, как прах ее собаки. Экспертиза же установила, что это героин массой около 500 граммов. Также известно, что пара является закладчиками. Они получали наркотики, которые затем размещали в тайники для их дальнейшей реализации. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В Кызыле во время празднования Дня города заряды фейерверка полетели в людей. По данным детского омбудсмена ТВ пострадали трое несовершеннолетних. Детям оказана медицинская помощь. Обстоятельства и выясняются. По данным мэрии Кызыла, при запуске праздничного салюта произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия. Дальнейший запуск был аварийно остановлен. Все ответственные службы сейчас разбираются в причинах ЧП. Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона. Продолжение следует...